Скажи, пожалуйста, от чего зависит тип кожи, сухая, жирная, нормальная? У меня сухая кожа, особенно в зимний период. В зимний период, кстати, кожа у многих сухая, потому что мороз и идёт дегидратация кожи. Зависит ли тип кожи от образа жизни, питания, двигательной активности, пребывания на свежем воздухе, конечно зависит. Зависит ли тип кожи от психоматик, темперамент, отношение в жизни, психоматик зависит. Спасибо. И вам спасибо, вы ответили на свой вопрос. И дело в том, что кожа питается, значит, то, что у нас вот тут снаружи, это уже ураговивающие многослойные плоские петели, это уже мёртвые, вот здесь чешуйки, мёртвые петели, они не имеют сосудов, они слущиваются, и вот чем больше слущается, тем кожа суше, да, а все питательные вещества кожа получает через кровеносные сосуды изнутри. Поэтому состояние внутреннего тела, то есть внутри, как женщина питается, почему физкультура помогает, потому что это улучшает проснабжение всех органов, вот кожи в том числе. Это всё влияет. И, конечно же, психосоматика влияет, всё влияет. То есть кожа – это зеркало того, что происходит внутри. Это всегда зеркало того, что происходит внутри. Сколько она принимает жидкости, высыпается ли она, переутомление у неё есть. Как работает щитовидная железа, как работает её печень – это тоже важно знать. Всё это влияет. И в основном кожа, свойства кожи, они заложены генетически, поэтому нельзя злоупотреблять такими слухами, что, типа, любую кожу можно изменить и помочь. И вот то главное, что выложить, я не знаю, какую сумму денег, вот эти маски, вот эти кремы и так далее, что тем больше, говорится, человек отдыхает и полноценно живёт и всё такое, тем меньше проблем будет с кожей. Конечно же, есть заболевания кожи, это совершенно другая тема. Есть определённая генетическая предрасположенность к каким-то заболеваниям, также экзамы, например, часто явления у людей, страдающихся людьми, тоже, значит, отражаются на коже. А так, в целом, значит, если человек соблюдает гигиену, если человек ведёт здоровый образ жизни, то как раз, ну, проблем со стороны кожи не должно быть. Особенно влияют, особенно влияют, как раз сезоны, зимой, когда сухо, особенно когда соль вот эту посыпает, у нас соль посыпает очень часто, когда начинается морозы, когда снег. Высушивать моментально руки и лицо, то есть это заметно, нужно как бы всё время думать о том, как защитить от того, чтобы не было вот этого высыхания. потом влияет на ношение синтетической одежды. Сейчас можно носить синтетическую одежду и фактически нет нормального дыхания кожи, то есть коже нужен кислород. Чем больше открытых участков, чем больше вы и чаще открываете кожу, даже если вы будете ходить на гимн дома, это хорошо для кожи. То есть если есть возможность, открывайте как можно больше участков кожи и чтобы кожа дышала, чтобы кожа вот это обменен с кислородом через кожу тоже. Всё это важно. Вот поэтому вот это так с точки зрения гинеколога, это в принципе то, что мне приходится анализировать и видеть вот, и даже на примере себя, своих родственников, значит реакция кожи на различные вот эти факторы. Это и есть у каждого человека. И вы можете выбросить массу денег и никогда не получить желаемый результат. И вы можете ничего не выбрасывать, только соблюдать гигиену, значит весь здоровый образ жизни и получить прекрасную кожу и быть счастливым, что всё у вас хорошо в коже.